Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте, точнее ваш текст, который вы написали. Я понимаю вашу ситуацию и прекрасно, в общем-то, понимаю вашу позицию. Здесь по данному вопросу. Равно как понимаю ваше негодование и ощущение, что вас, наверное, обманывают. Такое чувство у вас наверняка имеет место быть. Но на что я бы хотел обратить ваше внимание, это то, что, на мой взгляд, не совсем очевидно, как именно вы видите помощь психолога здесь. То есть вы задаёте вопрос, нужно ли было промолчать. Может быть нужно, может быть нет. Если бы вы могли промолчать, вы бы промолчали. Но вы не могли промолчать и вы не промолчали. Вы пытались отстоять, на мой взгляд, то, что вам важно. То есть отстоять свое, может быть рабочее место. Отстоять, может быть, свою ценность. Вот. Вы пытались это сделать. Ну, да. У вас это не получилось. Это правда. В том смысле, что на вас посмотрели как на умалишенную. Вот. И это на самом деле та цена, которых люди часто платят за такое вот несогласие с мнением большинства. Вы правы, что в этом всегда практически следует конфликт. Вы правы, что многие люди очень одобрительно относятся к тому, когда один человек высказывает мне удобное мнение. Я думаю, что если в чем-то вы себя и предали в этой ситуации, то только в том, пожалуй, что выбрали, может быть, не совсем подходящую форму. Для выражения того, что вас волнует. Вы, может быть, выбери вы форму для выражения того, что вас беспокоит несколько другую. Например, может быть, не более мягкую, а, может быть, более подходящую для тех людей, с которыми вы общаетесь. Но эта ситуация была бы для вас более позитивна. Сейчас эта ситуация, конечно, негативна. С другой стороны, если вы не ожидали и реагировали искренне, то эта реакция вполне адекватна. И по факту, если глобально, то, на мой взгляд, пусть вам это, может быть, неприятно будет слышать, слышать. Но, на мой взгляд, этап вашей работы в этой компании, где вы работаете сейчас, скорее всего, заканчивается. Скорее всего. То есть, скорее всего, ваше время, как это ни может быть печально, в этой компании прошло. Ваше время, вас решили сместить, вас решили сменить на вывод. Да, на это повлиялись какие-то объективные обстоятельства, да, безусловно. Но я думаю, что это время перемен. И если вы перемен боитесь, вот, если вы опасаетесь перемен, если вы относитесь к ним с негативным или с обидами, то, конечно, возможно, и нужно научить реагировать на это, но, ну, скажем так, несколько легче. Вот. Можно это сделать. Если вы этого хотите. В целом, я могу повторить свою мысль о том, что непонятно, по крайней мере, мне непонятно, на что направлен и нацелен ваш вопрос. То есть, ну, вот конкретно, от чего вы хотите, да? То есть, ну, вы спрашиваете нас о том, стоило ли промолчать, это вам решать. Вот. Как мне кажется, вы переживаете, возможно, собственную недооценённость. То есть, ну, вам кажется, что вас не ценят и от этого вам может быть больно. От того, что, что вас не ценят или от того, что, может быть, вы, ну, как-то вот теряете свою актуальность. Может быть, дело здесь в том, что вы чересчур погружаетесь в свою деятельность и, может быть, всё дело в том, что, кроме этой деятельности, у вас не особо-то много чего интересного в жизни. Вот. Может быть, есть ещё какие-то другие причины. Вот. Тут можно, можно только гадать, мне бы гадать не хотелось. Вот. А может быть, дело просто в амбициях. Но факт остаётся фактом, что эта ситуация болезненная для вас. Вы потеряли контроль. Вы болезненно реагируете на потерю контроля. Вот это, мне кажется, то, с чем надо бы поработать, чтобы вы как-то вот, ну, поспокойнее, что ли, реагировали на потерю контроля. Возможно, потому что, ну, как вы сами видите, так бывает, к сожалению, бывает довольно-таки, неожиданно, бывает, что контроль теряет. Вот. Вот. И нужно как-то жить дальше. Вот. Понимаете? Да, даже, несмотря на то, что контроля уже у вас нет. Вот. Ну, стремление к контролю имеет свои психологические причины. Если это именно ваша история, если это именно ваш, ну, именно ваш момент. Вот. Ну, нужно здесь всё разбирать индивидуально. Вот. Вот. Могу сказать, что молчание или отсутствие ОНВ здесь не первостепенно. смысл, что, ну, это бы ничего не решило. Это бы ничего не решило и никак не помогло бы вам. Потому что, действительно, сотрудников спрашивали формально. Вот. Ну, на мой взгляд, вы демонстрируете некоторую болезненность, восприятие осуждения вас. Ну, да, не понравилось людям то, что вот вы высказали мнение против. Не понравилось. Ну, это нормально. Вот. А у меня, вот, такое впечатление, да, сложилось, что вы хотите одобрения от этих людей, поддержки. Или, там, где-то ещё. Всё это выдаёт, вот, у вас, некий, такой, знаете, ну, страх, как будто бы. Вот. Может быть, я ошибаюсь, конечно. Вот. Но, на мой взгляд, выглядит всё это именно так. То есть, с одной стороны, вы производите впечатление человека, который чего хочет знать. Вот. С одной стороны, вы производите впечатление человека, который уважает себя и ценит. Но, с другой стороны, вот, когда дело касается отстаивания своего мнения и отстаивания своей позиции, как будто бы в отрыве от реакции других людей вы это обесцениваете. То есть, говорите, как бы, что, ну, какой в этом смысл, если никто не оценит, никто не одобрит и никто не поймёт. Вот. Понимаете? Я бы сказал, что здесь вы, вероятно, находитесь не в полном контакте с собой. С собой. С собой. С собой. Вот. И, если это так, то, тут тоже вам требуется помощь. Вот. Тоже требуется, эм, помощь и поддержка. Ну, возможно. 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 Ну, чтобы, вот, обратить, обратить внимание, важно, да, на эти вещи. Вот. Как-то, как-то так. Как-то так. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ помог вам, навёл на определённые мысли. Вот. Даже если с чем-то вы не согласны, это абсолютно нормально. Не торопитесь, эм, как-то, отвергать то, чем вы не согласны. Вы же постарайтесь обратить это внутрь себя, вот, и посмотреть, нет ли чего-то, что у вас всё-таки вызвало какой-то отклик, может быть, с совершенно, с совершенно другой стороны, да, тут может быть, совершенно. Не с той стороны, о которой я говорил. Но, тем не менее, какая-то реакция появилась. Если появилась какая-то реакция, то очень здорово, если бы вы выразили бы её в обратной связи на мой ответ. Это помогло бы вам начать работу над собой. Помогло бы вам продвинуться дальше в понимании себя в контексте этой ситуации. Я желаю вам удачи. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам решения проблемы. ПОДПИСЫМАТЬСЯ